Продолжение следует... 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 В православную школу. Потом он уже поступил в духовную семинарию, где учился и получил, как вы сказали сейчас, грант на обучение вокальному мастерству в Италии. И там он знакомится с такими, можно сказать, сливками общества, русского общества. И среди них Сергей Волконский, который стал его, в общем-то, хорошим другом. И там же были первые выступления Паула Сакса. Как он сам рассказывал во многих своих интервью, он думал, что уже здесь он получил популярность в Латвии. И когда поехал, он думал, а мне хватит 2-3 месяца, и я уже приеду со всем таким опытным певцом. Но оказалось, что этого мало. И именно там, в Италии, он понял, что учиться надо всю жизнь. И в итоге все его обучение продлилось 4 года. Когда он вернулся в Латвию, уже началась и Первая мировая война, и началась жизнь, как и многие беженцы из Латвии, оказался в России. Там он поступил в театр такой, театр Таирова и Циммермана, достаточно известные такие концертные общества и театр. И с этими труппами он объездил всю Россию, от Владивостока до Южных земель России. В общем-то, жизнь была насыщенной. Но он тогда уже в оперном жанре выступал или в камерном, или и то, и то? Каков был его репертуар в этот период? Разный, совершенно разный жанр. И записи его пластинок, известной звукозаписывающей компанией «Грампластинок» Белла Курт, их очень много. В интернете их можно найти. Записи самого разного плана. Но в основном это и джаз, и такая лирическая музыка, и колыбельные «Брамса», и танго, и так далее. Кстати говоря, когда я рассказывала знакомым, друзьям, что будет фильм о Пауле Саксе, я говорю, вы знаете? Да, я знаю. Хорошо знаю. Но когда задавала какие-то дополнительные вопросы, оказывалось, что многие просто путают Оскара Строка и Паула Сакса. Потому что всё созвучно. Один и тот же период времени, 30-е годы прошлого века. И как-то, в общем-то, обидно было, что Оскар Строк поднят на соответствующий педестал, а Паула Сакс, о нём мы мало знаем. И я написала небольшой проект, есть такой в творческом самоуправлении конкурс проектов самих жителей. Они проявляют свои инициативы, это и творческие проекты, в том числе и создание фильмов, каких-то творческих мероприятий, концертов. Ну, мой проект был поддержан. И вот сделан такой фильм. Это не, нельзя сказать, что это профессиональная работа, студийная. Это всё делается по инициативе и на полном энтузиазме людей, которые хотят создать вот такой проект. Ну, Наташ, кинохроника, это вообще-то дорогое удовольствие её в архивах заказывать и получать и так далее. Ну, то есть вот за счёт этих проектных средств можно было заполучить этот материал, да? Собственно говоря, наверное, на это всё и ушло, финансирование. А на вашей стороне остался только энтузиазм. Ну, ничего сложного там нет, каких-то астрономических сумм тоже, но нужно заключить договор, нужно отобрать материал, нужно всё тщательно записать эти идентификационные номера. Ну, ничего сложного нет, но поработать надо. Ну, и кинохроники сохранилось много с Саксом или всё-таки приходилось какие-то искать им варианты заместительные, то есть виды, например, Риги 30-х годов или там театров или каких-то его коллег? Потому что, ну, понятно, что фильм — это видеоматериал, и его необходимо как-то наполнить. Сохранилась, вот она вошла в фильм, небольшая запись будника Латвийской консерватории в 30-х годах, и она там, где сняты и «Я за Питлз», и «Паул Сакс», и «Паул Сьюрианс». И этот фрагмент, кстати, где в классе пения Паула Сакса, и проходят занятия, он там здоровается со студентами, показывает, как надо петь, он жестикулирует. Это, конечно, уникальная видеозапись, и её впервые увидела дочь Паула Сакса, и она была приятно шокирована, потому что таких записей она не видела. И в этом фильме есть аудиозаписи, которые она тоже никогда не слышала, и для неё этот фильм, буквально на днях с ней общались, разговаривали. Ну, был очень-очень приятным таким подарком и сюрпризом, можно сказать, Рождество. Ну, дочь, наверное, его ведь в очень солидных годах сейчас, сколько ей лет? Ну, далеко за 80 уже. То есть она родилась в Латвии и вместе с родителями уехала в 44-м году в эмиграцию? Она уехала, а не бежали. Ну, в двух словах о судьбе Паула Сакса перед уже Второй мировой войной он получил за особые заслуги, хотя многие творческие выдающиеся люди в 30-е годы получали бывшие имения немецких баронов за особые заслуги. Как известно, я за Питас получил в Гауине. Да-да-да. А Райнису в Дурбе в этом месте подарили. А Паул Сакс получил Кемпью Муйжа. Это недалеко от Лигатны. Я там была и немножко поснимала такое, конечно, красивое имение. Сейчас оно ремонтируется кем-то. И он в последние дни перед приходом Советской армии, он находился в этом имении. Ну и начались, когда начались аресты, то он пытался бежать, точнее он смог убежать, а вот его дочери от первого врага были арестованы, и младшая погибла в Красноярске в первый же год, а старшая вернулась после 16 лет, но уже инвалидом. А ему удалось сбежать уже со второй своей женой Ирмой Калненей и с маленькой дочкой, вот этой Илзе Сакс, сначала в Германию, в эти лагеря для беженцев. Нет, подождите, подождите, Наташ, в 40-м году он был владельцем этого поместья? Нет, он не был, он просто, ну как бы, не то что он владельцем, но ему государство отдало это имение. Да, 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 ну то есть был 40-й, 41-й год еще? Да. До 44-го, то есть в этот период его пытались арестовать или что? Да, да, в 41-й год. А где же он укрылся-то? Сначала они бежали в лес, а потом окольными путями смогли убежать, переправиться в Германию, и потом они уже из Германии уехали в Америку, в Нью-Йорке. То есть еще до начала войны он смог переправиться в Германию? Да, да. Это очень интересная история, загадочная. Ну хорошо, ладно, допустим, давайте вернемся все-таки к началу его карьеры. Значит, вот он отучился в Италии, он уже осознал свою какую-то профессиональную значимость, и вот он возвращается в Латвию и здесь начинает выступать. Он начинает выступать как опытный певец, поступает в театр или откладывал его карьеры? Да, он был в Латвийской опере и одновременно он преподавал вокал Латвийской консерватории. То есть его сразу же взяли, нет, подождите, ну то есть вокал Латвийской консерватории, она была создана в 19-м году, а мы сейчас говорим о периоде, наверное, до Первой мировой войны. Нет, нет, мы уже перескочили. Перескочили, перескочили, хорошо. То есть он объездил всю Россию, вернулся в Латвию, была создана Латвийская консерватория, его пригласили преподавать, и, соответственно, он совмещал свою преподавательскую деятельность с концертной, да? Или уже от концертной деятельности отошел? Нет, он выступал, он много выступал. Он выступал как в фильме, если вот посмотрят все заинтересованные, есть фраза такая, что не было в те годы ни одной церкви, ни одного концертного зала, где бы он не выступал. Но это было из соображений материальных, или из-за того, что, в принципе, не было так много певцов, голосов, и, в общем, существующие оказались на расхват? Не было, не было репертуара еще такого достаточного, но потом уже с появлением консерватории стало больше певцов, и развивалась вокальная искусство. Ну, то есть если говорить о том, что Карл Бун был первым латышским профессиональным художником, то, наверное, Пауэль Сакс был первым латышским профессиональным певцом, или так нельзя сказать? Ну, думаю, что так нельзя сказать. Одним из первых. Одним из первых. Понятно. Ну, то есть фактически можно сказать, что он заложил латышскую национальную школу вокала, так? Да, так можно сказать. И преемственность. Вот много говорилось и писалось о том, что у Сакса было много учеников, и в том числе тех, которые впоследствии стали звездами, можно так сказать, всесоюзного масштаба, такие как Эльфрида Папуль. Что характеризовало отношение его с учениками? Что они, может быть, вспоминают о своем педагогии? Какова была его школа вокальная? Как он вообще подходил к воспитанию этих людей, молодых людей? В какой мере на это влияло, может быть, его православное воспитание? Я могу рассказать эпизод с Эльфридой Папулой. Ее маленькая девочка еще привели к Саксу, к обучению игре на фортепиано. Но начался дождь, и пришлось долго ждать, и Сакс попросил ее спеть. И он сказал, я тебе буду обучать вокалу, а не игре на фортепиано. Начал обучение, причем он запретил ей выступать все годы обучения. И уже лет 18 она поехала в Германию и хотела начать сама сольную карьеру, но это не получилось. И вот только тогда, когда он понял, что он уже создал, огранил этот бриллиант, этот голос, то тогда он может дать ей зеленый свет на выступление. Очень строго. Не давал ей никаких возможностей выступать на публике, пока она полностью не будет готова. Но вот что интересно, как вначале мы говорили о хитросплетениях судеб, одновременно с этим фильмом я работала над переизданием книги о священнике Георгии Тайлове. Это тоже вокский священник, достаточно известный. И что интересно, только сейчас я понимаю, насколько все эти две работы были связаны, потому что, оказывается, воспитанница, ученица Паула Сакса, она супруга Александра Дашкова, который учился вместе с Тайловым в одном классе. Они одноклассники, близкие друзья. Затем, когда учился... То есть вы про Пакуль говорите сейчас, что она была замужем за Дашковым? Да. Он тоже был певец. Да, он тоже был певец. И оказывается, что когда Тайлов учился в духовной семинарии, ректором был протеерей Янсон. А Янсон – близкий друг Паула Сакса. Когда наступили очень тяжелые голодные времена, в принципе, именно протеерей Янсон спас Сакса от голодной смерти. И потом они были очень близкими друзьями. Янсон венчал Сакса со второй супругой Ирмой Сакс. И как буквально на днях я узнала, оказывается, Янсон – крестный отец Илзы Сакс. Он ее и крестил. То есть это дочки? Да, вот в этой книге про Георгия Тайлова достаточно много есть воспоминаний о протеерее Янсоне и вообще перипетиях, вот история православия в 30-х годах, положение православной церкви. Оно было, в общем-то, сложным в те годы. В общем-то, перепрелось. Ну, это надо, кстати, отдельно разговаривать, да? Отдельный разговор. И если кто-то хочет более подробно об этом узнать, 9 декабря уже в четверг в библиотеке Задорновых. Это послезавтра. Уже послезавтра. Встреча в небольшом, не более 20 человек. Но кто-то, если заинтересуется, может позвонить в библиотеку, записаться. И я расскажу о этой книге, и еще будет возможность увидеть фрагменты фильма о Псковской миссии. Ну, это четверг, а мы можем вернуться к судьбе Паула Саркса. Ну, это очень важно, что вы сейчас готовите такую встречу с читателями, потому что, ну, во-первых, люди, конечно, очень соскучились по общению и по личным таким вопросам и ответам, тем более с автором книги, которой вы являетесь. Может быть, пару слов про книгу о Тайлове. То есть это второе издание. Что в нем появилось нового? Почему возникла необходимость? Ну, наверное, первый тираж просто уже стал библиографической редкостью, поэтому потребовался второй. Где можно эту книжку, может быть, приобрести или заказать? Может быть, у вас, там через Facebook еще каким-то способом? Немножечко расскажите. Ну, небольшое количество скоро появится в магазине «Полярис» или на этой, или на следующей уже неделе. На следующей неделе, я думаю, уже точно. Ну, на встрече можно будет приобрести, но этих книг уже немного. Уже немного. А что самое важное, в эту книгу вошли ранее не опубликованные, не публиковавшиеся мемары. Они дополнены годы детства и практически полностью мемары за проволокой. Это 11 лет Тайлова в лагере, в лагерях ГУЛАГа. Это очень тяжелые годы, очень сильные. И, на мой взгляд, эта книга сейчас, вот сейчас уже, если 7 лет назад, когда первое было издание небольшого формата, это был юбилей. А сейчас, когда я вот эту книгу делала, я поняла, насколько я по-другому смотрю на взаимоотношения людей, обреченных за проволокой в четырех стенах, не имея никакого будущего, никаких перспектив. Как сохранить вообще дух и не сломаться? Вот для меня это было важно. Я думаю, кто будет читать, они поймут уже другую миссию вот этой книги. Ну, насколько известно, в исправительных учреждениях того времени людей с образованием ну, как-то выделяли, ценили, давали им возможность как-то себя проявлять. А вот Тайлов как-то был востребован в этом плане, участвовал в какой-то общественной деятельности в те годы? Что он об этом пишет? В какие годы? Ну, в годы заключения, когда он находился в лагере. Он на физическом труде работал или всё-таки где-то был задействован в других местах? Ну, он не мог работать с физическим, то есть ему было запрещено выполнять тяжёлую физическую работу, потому что он был болен, у него была сердечная недостаточность. Но несмотря на это, всё равно он работал даже какое-то время на родниках, и у него как-то... Ну, удивительно, вообще он прошёл эти все испытания. Потом он работал помощником фельдшера и имел мужество вообще проводить даже богослужения. Тайно, не тайно, но постепенно это даже разрешалось. Особое мужество для этого нужно было иметь. Ну, он был осуждён уже после войны или в 41-м году его выслали? После возвращения из Псковской миссии. Это 44-45-й год. То есть во время войны он выехал в Псков? Да. Понятно. Хорошо. По поводу Сакса давайте закончим эту тему. У нас не так осталось много времени, буквально минут пять. Значит, Сакс эмигрировал, и вместе с ним уехала вот уже только младшая дочка, которая во втором браке родилась. Как вы её нашли? Как вам удалось установить этот контакт? Насколько она отзывчива? Может быть, чем-то она вам помогла? Какими-то фотографиями семейного архива или ещё чем-то? Илза прислала фотографии, некоторые документы, вырезки, афиши. Мама её, Ерма Калныня, она была ученицей Паула Сакса. У него было очень много учениц. И вообще у него был такой, не знаю, может ли старый пластинка передать этот завораживающий голос, но когда он пел живьём, в общем-то, женская часть зрителей просто омлела, и, в общем-то, голос его сводил с ума. Поэтому первая супруга была, ну, невероятно ревнивой. И, в общем-то, из такой безумной ревности первый брак Сакса распался. А вот эта одна из учениц, Ерма Кални, она стала не только одной из лучших учениц, но и такой верной подругой. И, как Сакс говорил, если бы не она, они бы в эмиграции просто погибли. Она взяла все заботы, все какие-то хозяйственные вопросы, потому что когда Сакс уже приехал в Америку, ему было за 70 лет. Он уже не мог найти работу в Америке за 70 и преподавать он уже не мог. Но им просто повезло, опять же, такой зигзаг судьбы. Их пригласил, то есть помог в Америке перебраться миллионер Хелмар Рудзи, то есть он издатель, он и в Америке издавал газету «Лайпс». А потом они устроились, как бы, ну, нельзя сказать, прислугой, но, может быть, такими помощниками в дом одной миллионерши. Она тоже имела музыкальное образование, и она очень оценила вот этих людей, Ирму и Паула, зная их судьбу, она, как бы, очень трепетно к ним относилась, и работа по дому не была сложной. И можно сказать, что в последние годы Ирма и Паула прожили, в общем-то, в счастливом, спокойном браке и спокойной жизни. Хорошо. И дочь, как её судьба сложилась, Илза? Какую профессию она выбрала? Что-то связано с музыкой? Её сын, кстати, назван в честь деда Паула, сейчас два внука. Сама она врач, невролог. 40 лет она проработала врачом, сейчас она на пенсии, и наслаждается жизнью, и рада, что на родине помнят её отца и стараются сохранить память о нём. Но прах Сакса был перезахоронен в 1996 году. Она приезжала тогда с этой миссией, и ещё мать была жива, да? Да. Понятно. Они приезжали сюда, и Илза Сакс планирует летом приехать снова в Латвию. И я так надеюсь, что будет новая экспозиция, как я уже упомянула. Всё, и знакомство началось с маленькой, крохотной экспозиции. Стенды с фотографиями в Таурубском таком кривическом музее, который находится в таком не очень-то красивом здании уже. уже такое, нельзя сказать, что полностью разрушается, но очень в таком ветхом. А почему? Потому что Тауруб, там, где школа, это было имение в своё время, и музей ещё в советские годы находился в Таурубском имении. Оно очень интересное по архитектуре, и когда там был музей, он сгорел. И сгорела часть экспозиции и часть, в общем-то, и фотографий. Саксы, они были залиты, даже вот когда я была, они были залиты водой, некоторые фотографии. Ну, я так надеюсь, что сейчас я большую часть этих фотографий передала и в Убрский музей, она будет в Таурубе. И сейчас выделены средства. А цифруют, восстановят? Это будет очень красивое здание, восстановленное с мультимедийными экспозициями. Главное не будет пропала у Сакса, а уже могу порадовать и сказать, что главная экспозиция в этом новом музее, в новом здании будет посвящена Курвитесу. Очень хорошо. Спасибо, Наташа. Я думаю, что мы еще встретимся, и если приедет Илза Сакс, может быть, и ей посвятим передачу, пригласим ее поучаствовать и расскажем о Таурубском музее. Спасибо Наталье Кетнере за этот рассказ. Мы говорили сегодня о великом теноре Пауле Саксе, о его судьбе, интересной, захватывающей судьбе православного человека в Латвии. И спасибо Наталье Кетнере, прояведу и журналисту, за участие в программе. Программу сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего вам доброго и до встречи через неделю. Спасибо. И слушайте Радио Болтком.